Несмотря на то, что несанкционированная уличная торговля запрещена законом, а нарушителей штрафуют, в последнее время это явление вновь набирает обороты. Люди говорят, что из-за высоких цен они вынуждены торговать на обочинах. И если одни ссылаются на нехватку мест на рынках, то другие признаются, что аренда ларька – это дорогое удовольствие. По данным полиции, с начала года было составлено около 2500 протоколов о несанкционированной уличной торговле. Эта женщина из Криулян рассказала нам, что вынуждена раз в неделю приезжать в столицу и продавать то, что у нее есть в доме. Маленькой пенсии едва хватает, поэтому единственное спасение – уличная торговля. У нас две семьи в одном дворе. Живем очень тяжело, много работаем. В пять просыпаемся и в 11 ночи ложимся спать. Полиция часто гоняет вас. Гоняет, но я не могу туда со своим товаром, потому что у меня не целая тона, а только две бутылки молока и четыре порции творога. Вы пробовали получить место на рынке? Пробовала, но там одни перекупщики. Мы также познакомились со Светланой Добижей с Криулян, когда она продавала ядра грецких орехов и кукурузу на углу улицы. Женщина говорит, что пыталась найти место на базаре, но в администрации центрального рынка ей сказали, что свободных мест нет, поэтому она вынуждена продавать на обочине. У нас нет места на рынке. Вот приходим сюда, и полиция гоняет нас из стороны в сторону, а я работаю на поле, обрабатываю гектары земли и должна платить деньги людям за работу. Вот нужно поле пахать, а мне платить нечем. Они над нами просто издеваются. Нужно давать место сельчанам, потому что это сельскохозяйственный рынок, а не рынок трусов. Александра рассказала нам, что места на рынке, которые им предлагают, находятся там, где покупателей толком нет. Говорит, на улице быстрее продает свой товар и идет домой. У нас нет места на рынке, поэтому мы там не продаем. Вообще ни одного места. По одному месту есть, где продают картошку, но покупателей там нет. Мы хотим продать быстро, потому что еще работа дома ждет. Мы с одним ведром приходим и не продаем, а там целые тонны. Некоторые люди, торгующие на обочине дороги, принялись прятать свой товар, когда увидели, что мы снимаем, так как понимали, что их деятельность незаконна. Не продается? Почему? Потому что не продается. Скажите, тогда почему вы здесь продаете? Тем временем в администрации центрального рынка говорят, что мест у них достаточно и хватит на всех. Более того, они утверждают, что ежедневно борются с теми, кто продает в несанкционированных местах в периметрах рынка. В фруктовом секторе у нас более 200 свободных мест, в овощном – более 100. Стоимость одного места – 14 лей в сутки. В агентстве по безопасности пищевых продуктов призывают людей покупать продукты только в разрешенных местах, а не на улице, чтобы избежать какой-либо опасности для здоровья. Уличная торговля – это незаконная торговля с точки зрения безопасности производства и здоровья потребителей. Вот почему мы всегда говорим, что продукты питания должны продаваться только в разрешенных местах. Упаси боже, конечно, но продукт, который продают на улице, может привести к смерти. Хотя за последние годы количество мест на столичных рынках увеличилось, некоторые торговцы продолжают нелегально продавать на улицах. И это несмотря на то, что их могут оштрафовать до полутора тысяч леев. Продолжение следует...